МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сегодня у нас в гостях один из самых известных, титулованных народных мастеров, обладательница, лауреат премии правительства Российской Федерации «Душа России» Ольга Ивановна Гуляева. Ольга Ивановна – народный мастер Республики Саха-Якутия по лоскутному шитью, отличник народного просвещения Российской Федерации, отличник культуры Республики Саха-Якутия, член Союза художников России, ветеран труда, обладатель знака отличия «Гражданская доблесть», учитель высшей категории, педагог, стипендиат Международного фонда «Дети Азии». Здравствуйте, Ольга Ивановна. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы в прямом эфире, наши телефоны 320066 и 3211666. Во время нашего прямого эфира вы можете к нам дозвониться и задать интересующие вас вопросы Ольге Ивановне. Ольга Ивановна, мы сейчас в студию украшены вот работами вашими. Поводом для встречи послужила ваша выставка, которая скоро откроется, 25 мая. Она откроется в арт-галерее «Ситим» Союза художников Республики Саха-Якутия. Вот расскажите, пожалуйста, какие работы будут и вообще о тех работах, которые вот здесь очень-очень красивые. Ну, шью я давно. И, наверное, с годами сначала, может быть, работы были проще, не такие, как мы говорим, идеи насодержательные, да. Например, вот сейчас вот триптих «Детство, остуженное войной». Это же плод огромных, долгих раздумий. Я много думала, как бы мне вот показать детство детей, которые родились и жили во время войны. Очень трудное было время, голодное, холодное. И в основном это были дети-сироты. И, а потом, и додумалась, всё-таки я и сшила вот уже, ну, два года тому назад. Ну, сшила долго. И, конечно, мои помощницы, мои ученицы из Кобяевского луса мне помогали, как могли. И, ну, всё равно идея-то была моя. И вот как я видела, вот как передать вот в трёх листах, вот лист, вот второй лист и вот третий. «Детство, остуженное войной». Первый лист называется «Сиротка». Как вы видите, здесь девочка с распущенной косой, бедненькая, худенькая, сидит на берегу Лены. Наверное, плачет, может быть. И поскольку она родилась и выросла на Лене, всю жизнь она там жила. И до сих пор Лена – это моя любимая река, о ней я и песни пою, и песни слагаю, и люблю, когда рассказывают о Лене. А вторая часть называется «Как молоды мы были». Ну, это, наверное, встреча с Василием Николаевичем Гуляевым, который стал впоследствии моим мужем, с которым мы прожили 43 счастливых года. И Василий, конечно, был, наверное, человек, который заслужил не только мою любовь, моё уважение. Он отец моих троих детей, шестерых внуков. Он был человек очень скромный. Настолько скромный, что он же первым начал работу по сбору материалов о Максиме Кировиче Амосове. Ну, а кто такой Максим Кировиче Амосов, все мы знаем, да. Вот в год, вот нынче столетия Якутской автономной республики, у истоков образования вот этой нашей республики, которой мы сейчас гордимся, которой сейчас уже знают во всём мире, у истоков стоял, конечно, Максим Кирович Амосов и его соратники. И вот Василий Николаевич Гуляев, это мой муж, который всю свою жизнь посвятил изучению жизнедеятельности Максима Кировича Амосова. И вот в одном из своих статей он так и написал. А стали сто лет, как приняли мы закон об автономии, да. С принятием автономии Максим Кирович связывал глубокие коренные изменения культурного и экономического развития, называя их возрождением. Хотя он жил и творил, если считать, с 1917 года всего 10 лет, но как много Амосов успел сделать за этот короткий период. Его неуемная энергия охватывает почти все стороны жизни народа. И сегодня благодарные потомки глубоко склоняют головы перед его светлой памятью. И вот изучение жизнедеятельности Василий Николаевич посвятил всю свою жизнь. И я, не только я, конечно, я как его жена, его супруга, мать его троих детей глубоко сожалею, что сейчас его нет с нами. Но то, что он сделал, конечно, это незабываемо. Он был связан с семьей Максима Кировича Мосова с 1957 года, как только приехал в Москву и поступил в историко-архивный институт. И с тех пор до самой смерти Раисы Израилевны они переписывались, созванивались. И он всегда был самым дорогим гостем у них. Они его называли наш Вася. Он был первым историком-архивистом. Да, он был первым историком-архивистом, профессиональным, который занимался возрождением и увековечением имени Максима Кировича Мосова. Вот эта картина как раз посвящена ему. Это наши молодые годы. Мы 43 года прожили. А это вот последний третий лист называется «Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечаем». И здесь я стою уже одна, Василия уже нет. Но я уже, видите, вот разноцветные квадратики, там потемнеюсь, посветлеюсь с маленьких до крупных, до больших. Ну, достигла каких-то своих высот. Вот то, чего я хотела, я, конечно, добивалась. Никогда, ни перед чем не останавливалась. Что-то для меня вообще невозможного, конечно, не было. Хотя я круглая сирота. И у меня, ну, как говорят, ни знатных, ни родителей, никого у меня, ни знакомых. Ну, таких вот, которые бы стояли за мной и меня продвигали. И таких у меня нет. Все, чего я добилась, своим умом, своим трудом. Ну, и мне вот эти вот работы очень... Это последние Ваши работы, да? Это вот самые последние работы. Буквально они закончили. Я закончила их два года тому назад, 85-летию. Ну, еще вот очень красивая вот эта вот работа, вот про эту расскажите. Это комплект. Ну, якутский народ испоконавиков был коневодческий. И, конечно, я об этом знала. И мне якутские лошади, как я говорю, смеюсь, я говорю, коротконогие, такие жилистые, такие упрямые, такие живучие. И вот столько веков прошло, да, якутские лошади. Ну, и как я не сделаю комплект конского бранства? Вот этот комплект конского бранства сшит, ну, уже лет 7-8 тому назад. А основой послужило в Тайбахольском музее находится вот оригинал вот этого комплекта. И почти цветовая гамма такая. Я ничего не изменяла, ни размер, ничего. Постаралась сохранить то, что было сшито нашими талантливыми, талантливейшими нашими мастерицами, нашими предками, бабушками, прабабушками. И, конечно, я очень долго сшила, потому что это очень кропотливая работа, трудоемкая работа. Конечно, это же ручная работа. Полностью ручная работа. И видите, какие сантиметровые, мелкие-мелкие квадратики, и окантованы они все кантиком. Да, очень-очень. Как будто так борта, как будто так от тарантиги. И даже вот эти вот кисти, да, их найти для нас. Мы же в Якутске живем, здесь у нас нет оленей, чтобы вот это вот. И заранее заказываешь на север через знакомых, там покупаешь одну шкурку небольшую, 8 тысяч, не менее. А ее хватает только вот на два. Потом покупаешь еще. Вот. Поэтому, конечно, вот эти работы, очень они мне дороги, поскольку очень много труда, умения, таланта и желания, хотения, всего любви к тому, что ты делаешь. Все вложено. Упорство. Упорство, терпение. Вот эти работы. Конечно, очень долго надо сидеть. Это надо настолько любить свою работу, свое шитье, да, чтобы вот, ну, сидеть по нескольку часов. Сидеть, сидеть и сидеть. Без упорного труда, без сидения ничего не сделаешь. Вот. Ну, у меня их три комплекта конского бранства. Еще у меня вот такая вот, ну, более-менее современная. И одна из металлических бляшек. О-о-о. Просто красивая. Ну, которую я приурочила к 30-летию моего старшего внука Тимура Тускуловича Гуляева. У него будет скоро свадьба, и это будет мой самый дорогой подарок ему. Да. Из металлических бляшек. Очень красивая работа. Я когда развешиваю его, я всегда любуюсь. И мне кажется, он звенит и со мной разговаривает. Когда вот, ну, вешаешь его, да, оно же все равно шевелится. Как-то так, так и так. И мне кажется, радуется, что вот он попадет в руки такого умного, доброго, молодого человека. Он врач-эпидемиолог. И вот уже несколько лет работает в Роспотребнадзоре. Ну, вот эти вот работы очень красивые. Это салфетки с расхол, это, да? Обереги. Обереги, можно сказать. И вот эта вся серия называется «Храни меня, мой талисман». Ну, почему-то я в обереги верю. Почему-то. Вот я не знаю, в обереги я верю. И поэтому это пятиглазый узор оберег, мандарусский. Русский, они. И я знакома с мандарусом давно-давно. Мы сейчас совсем молодые были. Первый раз, впервые мы встретились в доме Арчи. И с тех пор вот, ну, он мне не то что приглянулся, я просто зауважала его как человека необыкновенного. Он не от мира сего человек. И настолько мудрый, настолько умный, что с ним... Я сначала даже боялась, как разговаривать с ним. О чём разговаривать с ним? А он, оказывается, такой простой. Он творчески одарённый. Со всех сторон творчески одарённый человек. А если у тебя какая-то маленькая хоть жилка, от чего-то есть, от творчества, тянет тебя к такому человеку. И он мне сразу понравился. Говорит, а чем тебе понравился мандарус? Я говорю, чем? Я говорю, настолько он одарён. Настолько в нём глубокая какая-то жилка лежит, природная, натуральная, неоткуда-то. Именно от природы, от якутского народа. День дня саха. Ольга Ивановна, мы сейчас прервёмся на рекламу. И через две минуты мы вернёмся, дорогие друзья. Мы через две минуты вернёмся в нашу студию и продолжим наш разговор с Ольгой Ивановной Гуляевой. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск. Сегодня». Сегодня у нас в студии народная мастерица по лоскутному шитью Ольга Ивановна Гуляева. Ольга Ивановна, она обладатель премии «Душа России», премии правительства Российской Федерации. Ольга Ивановна, ну вы ещё... О чём ещё не рассказали? О каких работах ваших? О детстве вы сказали. О детстве, да? Я вот к 75-летию Победы небольшую книжечку написала, которую назвала «Детство, остуженное войной». Я отношусь к поколению «Дети войны». И, конечно, детство наше было очень трудное. Мы с ранней весны до глубокой осени бегали босиком. Не было обуви вообще в магазинах. Вообще ничего не продавалось в магазинах. Вот я и не знала, что магазин есть, да. Откуда из деревни приехала девочка, круглая сирота. Откуда я знаю, магазин или что-то. А вы с Кобяйского улуса сюда, в Якутск, приехали, да? Нет, я не в Кобяйском, я тоже Ленская. Я в Ленске родилась, а потом жила в селе Мача 7 лет. Мне было ровно 7 лет. Это в далёком, в 43-м году уже война шла. И вот в 43-м году бабушка, нас, трёх сестёр, круглых сирот, повезли в Бодайбинский детский дом. А это село относилось к Бодайбинскому району Иркутской области. Но это был сентябрь. Кто повезёт? Никого нету в селе. Ни мужчин, ни лошади, вообще ничего. И написали объявление. Вот Кугдана Воля 7 лет, её сестра Нкотина 5 лет, и сестра её старше 9 лет. Кто хочет взять на воспитание? И меня взяла бабушка, ну, пожилая женщина. Вас разделили, да? Разъединили, конечно. Конечно. Пожилая женщина, у которой три сына ушли на фронт. И в доме у неё была её племянница, девочка, тоже, как и я, 7 лет. И вот я помню, она меня, 7 лет я жила, она меня только три раза взяла за левую руку. Вот первый раз, когда из сельсовета привела к себе домой. Второй раз за левую руку взяла, в первый класс школу отвела. И третий раз день Великой Победы, 9 мая 1945 года. И сколько лет уже прошло, да? А я помню, как будто это было вчера. Какое-то серое-серое небо было, низкие-низкие тучи. И мелкий-мелкий прямо такой дождик шёл, тёплый-тёплый. И все бежали к сельской трибуне, наскоро сколоченной из каких-то досок. И на трибуне стоял Николай Иванович Бочков. Он пришёл с армии, инвалидом Отечественной войны, без ноги. И вот он стоял, поздравил всех с Днём Великой Победы, рассказал, как он на войне служил, как он потерял ногу. И вот инвалидом вернулся домой и перечислял всех. Ну, никто не вернулся к этому времени, только он один. И когда дошла очередь до моей бабушки, а ты, Варварушка, терпи и жди. Жди и терпи. Терпи и жди. Жди и терпи. Грубо так, громко, чтобы все слышали, так говорил, твои сыновья храбрецы ещё на фронте, но они вернутся. Ты верь, терпи и жди. Она не получала ещё ни одной похоронки. Ни одной похоронки, вообще ничего не было. И в 1947 году, через два года после окончания войны, вернулся её старший сын Данил Николаевич Фёдоров. Вся грудь у него была в орденах, в медалях, но он чуть живой. В 1945 году война кончилась, а он не смог приехать, потому что был настолько раненый, что в городе Пенза, вот я запомнила вот с 7 лет, запомнила вот с 9 лет город Пенза, он там в госпитале 2 года лежал. И в 1947 году вот он вернулся. И, конечно, бабушкиной радости не было конца. Из троих единственный сын вернулся. Ну вот, а детство наше было и голодное, и холодное. Мы и голодали. Вот, хоть шаром покати. Да. Вот пословица относилась именно к тому времени. Ни крошки хлеба вообще, ни рисинки, ни крупинки, нигде ничего. И хлеб давали норма. Ну вот такой вот кусочек, вот такой вот кусочек, может быть, чуть-чуть потолще этого. И бабушка на 3 части не разрезала напополам только. Двум девочкам, мне и Вале, а сама не ела. И что вот такой вот кусочек? И вот так, и вот так вот. Один глоток сделаешь, один раз укусил, съел, проглотил, и даже вкуса не почувствовала. И мы стояли, вот я помню, долго-долго, чтобы в очереди в магазин, чтобы взять вот этот кусочек черного хлеба. Ну а потом уже к 50-м годам уже стало лучше. Уже мука появилась, и бабушка-стрепуха была. Мы говорили, печенюшки, да. Вот печенюшки она уже пекла в духовке. Карточки отменили уже. Карточки уже отменили, уже ничего не было. И хлеба было уже вдоволь. Вот. Ну а училась, первый раз привела, мы не знали ни одного слова по-русски. Ни одного слова по-русски. Зажатые вот такие вот, и как только урок кончается, бегом домой. Мы со старшей сестрой, с Марусей, нас посадили на самую заднюю, последнюю парту. Мы сидим, ни одного слова по-русски не знаем. Учительница что-то говорит. Только я запомнила, первый раз, когда она пришла, журнал посмотрела, там написано было Кугданова Ольга Ивановна. А учительницу тоже звали Ольга Ивановна. И она говорит, я, Ольга Ивановна, ты, Ольга Ивановна, тезка, моя тезка. Первое русское слово, которое я запомнила, это была тезка. И поняла, что это имя и отчество, если одинаковые, то значит, по-русски называется тезка. Ну вот, ну, училась я свободно, так легко училась я. У нас ведь никаких самодеятельностей, вообще ничего не было. Ну, мы сами собирались, пели русские народные песни, частушки. Мы до сотен знали их. Так много мы знали частушки, русских народных песен. И у меня была подруга Катя Шейкбарова. Какой у нее голос, боже, как бархатный, глубокий. И мне кажется, она не дышала, когда пела. И вот, меж высоких хлебов затерялось, небогатое наше село. Горе горькое по свету шлялось, и на нас невзначай набрело. Ой, как она пела у меня до сих пор. Вот на слуху остался ее такой красивый бархатный голос. Ну, ведь, Ольга Ивановна, и вы поете до сих пор поете. Нет, ну, я уже после два раза ковидом переболела. Сейчас я уже... И я умолк, подобно Соловью, свое пропел и больше не пою. Мне будет громко сказано. Ну, честно, болезнь, конечно, отняла у меня и голос, и энергию, наверное. Ну, много, потому что это очень тяжело, оказывается, болезнь. Я, тем более, переболела до возраста еще и два раза. Ну, ничего. Ну, слава Богу, слава Богу, все обошлось. Все обошлось, ага. И вот так вот. Ну, вот, закончили школу. И учителя на педсовете бабушке сказали, ты эту девочку не держишь, отправляй ее на учебу. И все. Вот как Горький сказал своему, ну, Алексей, ты не медаль мне на шее, иди-ка в люди. Так и бабушка моя. Вот такой узелочек. Ну, не было никакие там сумки, там чемоданы, ничего. Кусочек материала вот такого, туда булку хлеба. Слава Богу, тогда хлеб уже был. И булку хлеба, там, яйца товарные, картошка товарная. Вот это все положила, соли там немножко. И все. Села я на пароход, ровно 14 рублей на палубе. Никакая там не каюта, ничего. И все. И поехала в город. И поступила в педучилище. Через три года я закончила. И меня, как лучшую ученюцу, отправили в Пермь. Тогда был город, назывался Молотов. Отправили в город Пермь на учебу. Ну, министерство все мне оплатило. Весь проезд, все, все, все. И мы приехали, еще одна со мной девочка, которая два года назад тоже окончила дошкольное отделение. И мы с ней вместе приехали в Пермь. И поселили нас там в общежитии. А на завтра. А мы приехали, дошкольное отделение закрылось. В тот год набора на дошкольное отделение не было. В такую даль приехали? В такую даль приехали. Ладно я, я-то по-якутски не знала, я по-русски владела, ну, хоть с кем. Хоть с кем я могла разговаривать, на каком, на любом уровне. Я и начитанная была, и много знала. Стихи, песни, ну, как Дом Советов. И все, и что делать? А я за себя не испугалась, когда мне сказали, а я не пропаду. А я смелая была, потому что некому было за меня заступаться, все, сама сказала. А я не пропаду, у меня есть диплом воспитателя детского сада. Я умею петь и танцевать, у меня диплом есть. Я в любой детский сад меня возьму на работу. А девочка моя, которая приехала со мной, Муся, она совсем по-русски не знала. Совсем. И вот приехали мы туда, председатель комиссии говорит, ну, девочки, завтра вы идете на прием к ректору института, к Дедову. Мы перепугались, поджилки у нас трясутся, к ректору пойдем. Ну, а что делать? Пошли. И когда мы поднимались, у нас поджилки тряслись, ну, как-то такой высокий начальник, как-то. Ну, мы деревенские девочки приехали с какой-то дали, с муглой, черноглазуской, глазы там совсем другие. И, а я когда шла, поднималась по лестнице, думаю, нет, я просто так не сдамся. И что он будет меня спрашивать, я выложусь по полной. Ну, вот я начала спрашивать, Муся бедненькая моя, нет и да, нет и да. Хорошо и плохо. Все, ни одного слова больше, потому что она по-русски совсем не знала. Ну, а я, конечно, выложилась. И все. Ну, он послушал нас, послушал и сказал, ну, девочки, идите отдыхайте. Мы прямо тряслись и пошли в ту ночь, мы с ней не спали. Ну, в принципе-то я, конечно, я как-то более смелая была. Я за себя не боялась. Я думала, я воспитателем устуюсь, на работу куда угодно. Были бы деньги, я бы в Москву уехала, но у нас ни копейки денег нет. Все. И все, на завтра вышел приказ зачислить Кугданову Ольгу Ивановну на первый курс филологического факультета. И все, я осталась и стала учиться. А Мусе пришлось вернуть. А Мусю, они не выбросили ее за борт. Он договорился с ректором университета и на географический факультет. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу и через две минуты вернемся в студию и продолжим наш разговор с Ольгой Ивановной. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутка сегодня» в студии режиссеры Михаил Эверстов и Николай Слепцов Айдын. У микрофона Любовь Петрова. И сегодняшняя наша гостья – это народный мастер по лоскутному шутью, народный мастер Республики Сахая-Якутия Ольга Ивановна Гуляева. Она обладатель премии правительства Российской Федерации «Душа России». Вот единственная у нас в Республике обладатель этой премии. Ольга Ивановна, ну вот вы говорили, вы поступили, наконец-то вас приняли, да? Поступила я на филологический факультет, научилась я прилежно. Ну, что там было делать? Я всегда сидела на первом ряду, и что рассказывал преподаватель, я всё запоминала на Иисусе. Если семинарские занятия были, девчонки сидят вот так вот все, никто не хочет. Ну, кто? А я говорю, я могу. Ну, вот так вот выступала. Я не была пассивной. Успешно закончила. Успешно закончила. И когда я училась в институте, это время совпало со своением целинных и залежных земель. И два года, два лета подряд мне посчастливилось работать на уборке этого богатейшего целинного урожая. Я своими глазами видела, как шумит-шумит высокая пшеница, и ей конца и края не видать. Точно так это и было. Я работала и помощником комбайнера, и соломокопнильщица работала, и зерно сгребали. Всё. Ну, всё. Всё, что можно было, наверное. И мы даже работали, пока не созрели хлеба, нас ещё привезли однажды на ток. Смотрим, на машине едем, да? Всё, поле красное. А мы говорим, это что такое красное там? Цветы, что ли, какие? Нет. Нет, посмотрите. А когда мы спустились с грузовика, посмотрели, а это всё поле усеяно помидорами красными, вот такими, сочными. И мы, допустим, приехали часа в два, этот руководитель наш говорит, Ну, девчата, два часа отдыхайте и на работу. Видите посуду? Видите тару? Видим. А там целая гора тары. Маленькие корзиночки такие всякие-всякие. Всё. Вот это всё будете заполнять. Я вам покажу, как будете собирать. Ну, вот пока не созрели хлеба, мы два месяца питались сочными, вкусными помидорами и убирали. Ну, вот так я пять лет проработала. Ольга Ивановна, а вот когда вы шитьём стали заниматься, и почему именно лоскутное шитьё вы выбрали? Иголку мне бабушка дала в семь лет. Сказала, вот тебе. И показала мне, как шить шапочки. А тогда же был, знаете, не продналог, а вот на войну вы обязательно должны были зайчишку и зайчих шкурок шапки, там, рукавицы. Кто что мог, должны были шить, сельсовет сдавать. А у нас приезжали к нам охотники. Мы одна якутская семья были. И сотни зайчих шкурок у нас оставляли. Мы их выделывали, мяли и шили шапки. Простые очень. Буман, тут шов, и тут подкладка, и всё. И мы прямо сотнями их шили, и бабушка мне показала. Вот, видишь, вот так, вот так, вот так. А я быстро шила и ровно шила. И она тогда, вот, это мне восемь лет всего было, она меня тогда похвалила. Букыс, истанем голу. Значит, у вас это природой уже талант заложен. И, видимо, вот её слова оказались пророческими, да. Ну, с тех пор вот семь лет, восемь иголку взяла, а в институте мы учились, откуда мы в ателье. За пять лет я одно единственное платье шила, гребешиновое, в ателье. И то эти деньги я заработала на целине. А так, всё в рук. Клава у нас русская девушка была, сокурсница наша из Новороссийска. Она нам раскраивала и все платья, и все штаны. В общем, всё, что на нас есть, мы всё сами шили руками. И таких ходили в институт. Ну, вот, а тут вы принесли костюмы, вот расскажите о ваших костюмах. Ну, у меня второе увлечение, ещё кроме лоскутных панно, вот комплектов конскубранства, вот таких вот ещё жилетов. У меня их около 20, наверное. И вот на вас тоже жилетов. Я очень люблю вот этот жилет. Я шила к своему 85-летию. Я водолей по гороскопу. И видите, вот это знак водолея. И рыбки тут, и капельки. Очень красиво. Но, наверное, самое лучшее, самое лучшее, наверное, вот жилет, очень дорогой, вот этот. Этот, ну, это классика. Потому что кто видел работу Носова, видели, наверное, на обложке, вот этот жилет надет на девушки. Ну, а мне хотелось что-нибудь сделать добротное, классическое. И я решила, ну, разориться. Это одно шкурка, это стоит 8 тысяч, 9 тысяч. Да, это же много. Вот эти металл вот этот вот я заказывала, специально нашла мастера, специально за ней ходила. И заказывала. Это всё ручная работа полностью. Видите, какая красивая. И вот так вот, смотрите, сзади. А, да, и со спины тоже. Со спины тоже. И, конечно, это классика. Мне очень она нравится. Конечно, я очень её редко одеваю, но мне она очень нравится. И, конечно, она очень дорогая. И там ещё с той стороны? Угу. Нету больше. А, сняли, значит. Ну, вот, и жилет. А, и третий жилет, вот этот вот на мне. На мне жилет тоже. Ну, мне он очень нравится. Дополнила я ещё, думаю, ну, вышивкой машины. Ну, красивая очень машинная вышивка. И она смотрится красиво. И подтон, вот, нитки подбираешь. Ну, в общем, это тоже требует работы ума и сердца. Не только этого. Ну, и кроме этого, у меня ещё вот три птики есть. Вот, давно-давно, лет 10 тому назад, наверное, здесь вышивка. А вот эту вышивку я освоила в 1981 году, когда нашла однажды журнал «Педагогика», и там вот эта вышивка была. Я потом её освоила. Яна Викторовна ездила в Америку и брала у меня вот это панно. И вот так вот носила. И все говорили, а какая лапка машинки, машинная лапка? Это никакая лапка. Это ручная работа, это мастерица. Вот такая-то, такая-то, вот это вот. Посмотрите. А это вот особенности якутского именно лоскутного шитья. Да, да, да. Вот скажите. Это вышивка. Это вышивка. Кабы ты так, таранкингидин называется. Вот эта вот работа. Вот эти работы мне очень нравятся. Вот это тоже давно-давно я сшила вот эту вот работу. Она солнечная. Она так и называется. Вот это «Тулу предвестники весны». Это меня Александр Николаевич Гоголев увидел. Я говорю, Александр Николаевич, а как можно назвать эту работу? «Тулукчан хара предвестники весны». Мне понравилось. Очень красиво. Хочу показать вам вот эту работу. А это, как видите, не квадратики, да? Это целая сюжетная работа. Это по эскизу, по рисунку моего маленького, самого младшего внука Маратика Гуляева, которому всего 6 лет. Я сидела, шила у них. И он однажды заходит, за спиной держит листок бумаги. И говорит, бабушка, ты так красиво шьешь. А я вот нарисовал «Северное солнышко». Так сам и называл «Северное солнышко». Пожалуйста, ты шей. Ну как? Как не сошьешь, когда просит, да еще? Сам нарисовал автор. И, конечно, я шила. Вот и называется «Северное солнышко». Мордочкой. Я говорю, это твоя, да, красивая? Ну и мне очень нравится вот эта вот работа. Это одна из последних моих работ. Я очень люблю зеленый цвет. Во-первых, я считаю, что это вита. Это жизнь. Если есть зеленый цвет на чем-то, где-то, хоть маленький кусочек, это жизнь есть. А тут, как вы видите, зеленые листья, да? Зеленые листья. И, казалось бы, здесь я сочетаемость с несочетаемым объединила. Это, видите, сукно, да? Сукно – это, ну, дорогой материал, шерстяной, грубый, пусть не очень грубый, но податливый, плотный. И вы видите, рядом с ним какой материал? Листья-то из чего сделаны? Из чего? Это обыкновенное большое полотенце. Я привезла из Иваново, и когда увидел мой внук, и говорит, бабушка, ты такое красивое большое полотенце, которое ты привезла, ты зачем раздербанила? Это вот... А я часто употребляю это слово, и он подожрая мне, говорит, раздербанила. Нет. А ты посмотри, какое красивое панно получилось. Оно глубокого содержания. Посмотри, какие зелёные листья здесь красивые. А если зелёные листья есть, значит, есть жизнь на земле. И будет всегда. А не будет зелёных листьев, и не будет жизни. Поэтому имеют очень глубокий смысл вот эти зелёные листья. Пусть они даже из полотенечного, хлопчатобумажного материала. Ну, вот так вот. И идеи сами приходят. Идеи сами уходят и приходят. И ещё бы хотелось много что-то сделать. Но времени, как всегда... Времени нет у нас. У нас одна минута осталась. И теперь, Ольга Ивановна, вот приглашайте на вашу выставку. Где она пройдёт? Уважаемые зрители, я вас всех приглашаю на свою персональную выставку, посвящённую, наверное, нынешнему году культурного наследия народов России. И народов, да, народов... Руси. Руси, и Союз художников, поскольку я член Союза художников уже 20 лет, они решили организовать мою персональную выставку. Выставка откроется 25 мая. В арт-галерее. В арт-галерее. Дома Союза художников. 15 часов. Пожалуйста, приходите. И будут там все работы. Я буду проводить и мастер-класс, и рассказывать вам про свои работы, и советы. В общем, всё, что вы пожелаете, всё будет для вас. Спасибо, Ольга Ивановна. Просто очень шикарные работы. Огромное вам спасибо за ваш труд, за то, что вы пришли, рассказали и показали. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена.